Руки поднимешь? Давай, ссыка. Отлично. Давай, опускай. Казалось бы, что особенного – поднять руки. Полгода назад, 1 сентября, Игорь, как все, пошел в школу. К вечеру поднялась температура, а уже через 10 дней мальчик был в реанимации. Острый лейкоз, химиотерапия, а затем энцефалит. Ребенку становилось все хуже, врачи боролись за жизнь мальчика. Игорь заново учился дышать, говорить, узнавать. Игоря забрали, нам сказали, что, скорее всего, наверное, это все. Да, я плакала, сидела, это я взяла в руки, а почему я оплачиваю, оплакиваю своего ребенка? Он же борется, он же живой. Мы должны жить, мы должны радоваться каждому дню. Страшные диагнозы у детей – то, с чем в первой детской больнице встречаются каждый день. Ежегодно через отделение онкогематологии проходит около 100 маленьких пациентов. Проблемы возникают, когда необходим какой-то препарат, который по жизненным показаниям этому ребенку необходим. Его нет на территории Российской Федерации, то есть он не зарегистрирован, и его приходится через благотворительные организации приобитать за рубежом. Помочь спасать детские жизни хотят Самарской организации «Общество инвалидов». Инициативу поддержала администрация города. 26 февраля в Самаре пройдет благотворительный аукцион «Подари надежду». Средства от него направят на лечение пациента в первой городской больнице. Люди с ограниченными возможностями здоровья сделали уникальные работы – картины, вышивку, игрушки. В каждую вложена частичка души. Авторы лучше других знают – не потерять надежду – значит выжить. Это не просто работы, выполнены там какими-то авторами, которые имеют имена. Это наши горожане, это простые люди. И мы очень рассчитываем, что аукцион пройдет хорошо, тогда мы сможем расширить его рамки. В ФАИ будет работать выставка. И если кто-то захочет, допустим, кому-то не достанется что-то на аукционе, он сможет купить на выставке какие-то работы. Аукцион «Подари надежду» пройдет 26 февраля в 16 часов в ДК имени Пушкина. Это просто – прийти и помочь.